Родители Калпашевских выпускников написали ЕГЭ по истории. Таким образом, желающие присоединились ко всероссийской акции «Сдаём вместе! День сдачи ЕГЭ родителями». Она проводится в нашей стране уже восьмой раз, однако Калпашевский район присоединился к ней впервые. Экзамен организован для родителей одиннадцатиклассников, которые в этом году пишут единые госэкзамены. 27 марта 15 человек собрались в стенах седьмой школы, чтобы попробовать свои силы в написании ЕГЭ. В этом году дисциплиной для проверки знаний стала история. Акция позволяет родителям и выпускникам на некоторое время поменяться местами, отметила главный специалист районного управления образования Наталья Дубровская. Акция для того, чтобы снять напряжение родителей перед экзаменами. Как известно, волнуются не только дети перед экзаменами, но и их родители. Поэтому мы максимально показываем сегодня всю процедуру единого государственного экзамена так, как она есть. Начиная от регистрации участников экзамена, начиная с пропускного режима, разрешено в пункт приносить только паспорт, черную гелевую ручку и воду, если она требуется. Перед началом испытаний мы успели пообщаться с некоторыми из участников ЕГЭ для родителей. Решила испытать, наверное, свою судьбу, так как не сдавала никогда ЕГЭ и помочь потом ребенку рассказать, как это все проходит. Ну, в принципе, я всю процедуру знаю, сдачу ЕГЭ. Ну, решила просто сама попробовать в качестве поддержания морального духа своей дочери, быть солидарной с ней. Такой предмет, как история, вас не пугает? Предмет сложный, но уже много не помню. Попробовать силы можно. У меня ребенок в этом году сдает ЕГЭ и поступает. Посмотреть, как это проходит все. Может, какой-то советом. Предмет, история сложный для вас? Нет. Ну, мне в школе было нормально, комфортно. У меня четверка. Не на пять, конечно, знаю, но на четыре-то знаю. Хотя уже сколько лет прошло. Я думаю, все равно что-то напишу. Я хочу на себе полностью испытать, как они проходят полностью эту всю процедуру. Также в поддержку ребенка, я думаю, ему это будет очень важно, что сама мама прошла эту процедуру. Я его после этого поддержу, расскажу, чтобы он не боялся и смело шел на предмет сдачи. Была первая выпускница, которая сдавала единый государственный экзамен по математике в 2002 году. У нас было смешано. Мы сдавали ЕГЭ и сдавали по математике. Химия была у нас по выбору. Русская литература мы писали сочинением. Поэтому в качестве ученика, сдававшего ЕГЭ, я уже себя чувствовала. В качестве родителя, конечно, нет. Родители занялись своими стазопартами. В аудиториях с участниками экзамена проводят инструктаж. После чего родители приступают к выполнению заданий госэкзамена. О том, что им предстоит выполнить, колпашицы могли только догадываться. Ведь распечатки с заданиями появляются в аудитории непосредственно перед началом. Экзаменационные материалы по аудитории поступили в зашифрованном виде. В вашем присутствии будет выполнена печать экзаменационных материалов, после чего они будут вам выданы для сдачи экзамена. В чем дело у тебя ходит? Здравствуйте, уважаемые участники государственной итоговой аттестации. На флешечке токен, который расшифрует то, что нам нужно с вами распечатать. Распечатанные материалы занимают свои места на партах участников экзамена. Родители заполняют бланки, а после приступают к выполнению заданий. За ходом экзамена следят организаторы и наблюдатели. Испытание копирует процедуру ЕГЭ выпускников, однако всё же даётся в усечённом формате. Меньшее количество заданий и менее продолжительный период их написания – 40 минут, в то время как на стандартный экзамен отводится несколько часов. Экзаменационная работа составлена из заданий аналогичных тем, которые будут предложены участникам ЕГЭ. После окончания экзамена все бланки ответов будут отправлены в Центр оценки качества образования Томской области. Родители узнают свои результаты после процедуры обработки данных. Документ с оценками придёт на электронную почту, которая была указана в заявлении. Добавим, акция «Сдаём вместе!» – день сдачи ЕГЭ родителями – прошла во всех муниципальных образованиях Томской области. Продолжение следует...